всем привет 5 марта за бортом у нас город минск месяц пролетел как один день идем на работу едем прежде чем о рабочих делах хочу так небольшое объявление сделать же где-то середины февраля чемодан спадает началось голосование ежегодная track fest 2021 там название лучшего грузового блогера ссылочку в описании оставлю кого есть желание не лень зайдите там выбирается любую номинацию мы представлены двух номинациях дальнобой по россии instagram а там пом 5 6 номинаций чем есть желание заходите выбирайте кого понравится за того и голосуйте вот ссылочку в описании оставил так ну а мы что мы сейчас идем на минскую кольцевую дорогу поедем москву чем мы там будем делать пока в москву куда дальше и чем мы там будем делать расскажу чуть позже пока поедем с коллегой с бывшей фирмой прервали звонком вот как тут уже определили что надо ехать якобы с открыли железнодорожное сообщение как они открыли там а вон перехват вижу один или два поезда в сутки ходят только билетов нет вообще никаких к псв плацкарда ничего нет мало того что они подражали подражали так это чувствительно в общем их нет ближайшие билеты только недели через три ну вот хорошо что друзья остались настоящие что делать позвонил что ты спадаешь то все и как раз корешок мой олежка как раз сегодня вчера ему позвонил сегодня 5 марта суббота вчера в пятницу я говорю бобром подлежать границы ну отлично а на москву когда одну не на москву на казахстан говорит это завтра я курюм огонь короче договорились вещи он уже у меня забрал на легковой сейчас идем на кольцевую вон она минская кольцевая там за это и вон там пешеходный переход подземный пойдем его перейдем и на той стороне у нас подберет а все остальное уже потом по ходу вон стоит уже красавчик ждет быстрее приехал чем я дошел но тут по прямой не пройдешь приходится такие круголя давать чтобы бойцы поедем за одну про новую volvo поспрашаем что да как сказать расскажет самое что смешное слегка не поддается логике если едешь поездом без проблем не надо причины твоего посещения российской федерации там самолетом летишь только этот справку откроет уж к виду а если автобусом все справка не подходит и справка нужно тоже и плюс нужно это там специальный список людей которые могут езжать ты его знает попадется у кого-то по границе и не впустит поэтому поедем с коллегой кроновский прицеп как олежка говорит вольву берут только волевой скане уже не берут новенькая еще недавно я его на скане визу прошлом летом номера казахских салам алейкум я говорю асалам алейкум сейчас я спереди сниму он даже вот такая есть не на огонь но салон олежка кори фанчик смело вилса с милости вилса согласился довести меня как это через границу где-то как уж как тут откидывать с той стороны лёша стой стой спинка откидывается а нам вверх ладно потом отбрасывается нижней отбрасывается я понял я тебя хочу сказать удобно мне нравится да удобнее чем скане очень удобно сидит да за рулем сидит удобно все подлокотнички есть как бы холодильник нехорошая как бы ну спальник большой мне понравилось машин я делаю на него второй рейс пока сколько пробежал 34000 новенькая совсем да да ну как бы едет неплохо нормально сколько коней четыреста шестьдесят до 306 понятно пятое ли шеста евро пять или евро шесть нет его ершта уже яс мне понравилось короче ладно покидаем и минск потом поговорим надо устроиться поудобнее а что то пик это лишь да это вот кончен этот сука это блять тишине ругайся ты в эфире до только что это пикой навигатор гатор а зачем нужны нам не были дать уйдёшь олезешь давай пробую сердце там у себя смотри здесь тут тут давай 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 нету то ли там место балом конечно все спокойно и спокойно никого там нет походим за четко к черпикой да я не знаю лишь он пикает здесь камера будет поэтому а все я понял цена камера ряда понятно короче это тоже то поль вода со всеми наворотами довольно очень хорошего а вот тут сейчас когда будем когда будем а папа и обижать кого-нибудь на украине поворот когда включать он начинает пищать навороченная уже наворочение моисками понимают порядку будет честно большое дело когда я подлокотник во всем скамейке есть конечно ну вот едешь даже руку не подлокотники о чем ты говоришь от ладно помню как раньше с этими с рычагами ездили с крышкой так ты еще руку мог на клюшку положить а когда уже перешли на эти полуавтоматы куда эту правую руку делай хоть отрубил я брал у меня я раньше возьму с собой столик такой ну сейчас ты не вожу здесь есть как бы на а я сюда столик ставлю подушку и так вот короче дорога мне нравится нравится да вообще белка м1 да вообще камеру что за что бабки платят а минском вот за зиму убили минск тоже убиты вообще убиты в хлам м1 раньше я смотрю один этот россиянин раскололи мы раньше приезжали в беларуси отдыхали там дороги были такие классные все а человек выгода после того как вы проехали по нашей дороге приезжали в белару себя бывают куда почему такие дороги стали убиты м1 разбито вообще просто страшно смотреть на нее здесь надо полностью всю снимать и полностью перекладывать весь асфальт потому что он вот зима была вот этот мороза немножко вот теперь морозы и все вообще сейчас будет как у мороза что какую негодность пришла просто жесть позор позор скажу сразу раньше было да было чем гордиться от теперь стыдно вопросов нет на мосту я чё там а как там я уже с 1000 лет ты сейчас на алмату и зажива нет я иду на нур-султан она нур-султан а так ты пойдешь на этот матроицк я все так гоню туда 4 встретимся а ты тоже идешь на казахстан я и я пойду на усть-кут а я с владимира выйду на усть-кут там еще может где-нибудь встретиться хотя не дешево с вами встретишься я помню просто сразу память и всплыла в минске завел в нур-султане заглушил о призна скрыла смотри короче это что-то хотел спросить что-то а как в казахстане вот не испортились там дороги вот за столько лет я тоже считаю я тебе хочу сказать казахстане дороге не испортил сказаться не только они постоянно почему-то мне кажется что они они делают и делают ну так и то есть хорошо если делают значит деньги есть денег денег там балом само собой вся таблица менеджера только делать же никто ничего не хочет вот сейчас на этот на этот китай будут делать дорогу уже ее начали делать туда надо стык на это да ну вот эту дорогу как бы эту дорогу как он 7 палатин 7 палатин но но алмата и тоже делают делаю да даже наша упитая было она была убита эту дорогу караганда карагандой алмата тоже делают дорогу они все делать дороги сейчас уже отиты такие довольно-таки нормальной полосы нормально сделали молодцы красавцы делают делать только идти сюда где-то века делают дороги и сами как бы казахи а есть участки дороги вот где там ближе по моему делать китай китайцы руки так китайцы как китайцы уже сделают и нам больше вообще не сломается да ну так они говорят что были лучше бы это делали китайцы чем делают наши наши когда сделать короче ездит кофеем пьем ну вот примерно как-то так не вольва так чем комфортно ехать мягко мягко хорошо движет идет вот такие пироги рулем пошло сейчас показывай свою эту а сейчас воды твои сейчас поворот буду включать смотри давай это она тебе здесь в кабине сигнал на улице дай мне сигналин вот прикольно это то есть она короче виде до походу по брызговику прошел а потом не был он пластмассовый пластмасса не железо пластмасса фигня будто брызговик потерял а прицеп когда уже в прицеп она не видит нет вот я когда еще ты знаешь и когда прицеп голова прошла моя уже когда голова прошла и так вот прицепчик был еще я включил поворот она тоже за сигнале у нас сигнал понятно я ну конечно хорошая штука вот получается маленькая какая-то на себя если в этой мертвой зоне здесь находится то все ты ее увидишь то есть она подаст тебе сигнал да если ты поворот не включить то антене у не пачут понятно она цели сигнал там водил до нормально все нормально люк правда как бы ну не автомат и поднимать только чуть-чуть а у меня тоже вот так только подымает а я видал 5 отъезжает так а зачем можно и вынести залезть через него но здесь аварийная эта штука стоит а то есть как бы и ручку выдергиваешь туда этом открывается стекло и можно вырезать да если вдруг чего-то управлять но потом чтобы его поставить небольших больших денег то есть если ты решишь поэкспериментировать и лучше экспериментировать потом надо руб это будет копеек обойдет долго работать бесплатно да смотри у них света не было вечно не повесили сейчас батарею но но а был моторчик стоял там мотор и генератор открутил а я смотрю батарейки повесил молодцы это наша шашлычная любви заезжал туда на я постоянно туда заезжай когда-то сюда еду домой едешь ну я когда уже домой еду я сюда не заезжаю потому что я лучше приеду домой и сделаю свой шашлык я тут но ты-то в долг это только деревне живешь я там город поэтому я уже приезжаю пару дней там я здесь заезжаю я могу здесь заехать а потом еще и дома можно шашлык все вот мы в рф да без проблем заехали в отрасли колейки не было ничего вообще я я всех говорил считаю что потому что мы с тобой ехали это потому что ты их я тебе сказал что не надо рано выезжать сегодня пятница и говорит давайте всем утра говорит давайте поедем я просто ехал в субботу в субботу вообще коллег никогда нету я эту воду есть коллега а так от чего коллеги если там до можно воскресенье до субботу нужны уже выезжают с расчетом там воскресенье там к вечеру прибыть в пятницу никогда нет коллег четверка из коллег работать и становиться на обед короче все зарулили закатили нормально все хорошо поехали под уклоном ё-моё так и брызговики повыламывает машина видишь под уклоном все спасибо олешки поехал теперь у нас вот дядька возим с одного на другую во как на каком серьезном аппарате мы сейчас поедем я сюда положу так оба положи здесь сзади я потом заберу давай о какому сейчас я еще в митсубиси пожар не ездил ни разу честное слово то у нас 108 мая ведь и не в мир не без добрых людей сколько раз уже вадим нас выручал все поедем москал какая тут но что он моя прошла этой отверткой поджалку что такое ясно короче вы к самому центру ездим может через садовая давайте но это еще не садового какие-то джанске служим ты еще пока кутузовский двигаемся по садовому еще честно снова ездить не доводилось вот заодно и посмотрим на ночное садовое кольцо а едем мы на курский вокзал оттуда поезда отходят в сторону владимира полюбуемся ночной москвой пятничный ну пока так это тут уж обслужить мы едем только эти выносится с мигалками а это уже чё крепость и душный крем что это гостиницы украины это вот на кремль похоже а как посмотрите ну да 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 точно не ну конечно какой кремль мы еще даже 30 транспорта не пересекли а я сказал уж это мы уже что сейчас на садовый будем уходить нет на дороге мил уже напрямую саду мы уже третий пересекли до 30 транспорта да кстати все въезд в москву на новый арбат запрещено от слова совсем без пропуска на код так что теперь саму москву можно попасть только на маленькой машинке или пропуск на на грузовой не попадешь и нам кат не попадешь как в том фильме я горит не могу терпеть хочу увидеть древнюю москву или как и мы тут какая красота все светится это какой-то торговый центр для совсем далеко не бедных вот справа а вот это киевский да а вот точно на киевский вокзал и едем на вот мид вот это кастинец это за которой нет это мид ну это кастинец там левее а смотрится как белый дом точно это шпагов по которому стреляли да 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 а стреляли откуда с той стороны с моста да да я вот тут и это в этом был в этом в кремле было там на метро приехал так то вот то машине тут не катался а снега скобку минске все растаяло вообще все расставило за три дня весь них сошел где ваш вот это вот министерство это здесь этот лавров газы зависает но мы на садовом поздравляю нас с этим ездить по садовому еще мне не доводилось но я думаю тоже и не многим доводилось что тут интересного будет у нас так дальше парк культуры москва рига а я вообще думал оно без этих без светофоров не со светофорами а не как же без светофоров что я до лужков был он минимум остается да особенно опять добавили да да пересекает общество транспорта и пришлось опять добавили а очень суслов видно сейчас вот налево армосты через москва реку будет а это вот это не там петру первому памятник будет а а еще раз но темноте не видно да сейчас вот слева до мысли не они ну видно он вдалеке да да только шпила тут у нас парк культуры смотря какая красота как да 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 там шпиль только парк культуры за красота некрасиво вот насчет иллюминации вопросов нет вот захочет и в парк приходит припарковаться то есть где есть на всем не хватает бесплатную парковку да я тут найти тем более в центре общение поставляю как его поэтому на метро до кидают машины и в центре особо не пасты а по велецки это холодильник и сюда нужно домой ехать до дому до хаты до я не знаю как он выйдет с волкограда до его пустот с владимира добираться сейчас опять будем в москва реку а чего она так только выделяет вот так он удушается а сейчас мост будет а это канал и канал дек смотрится какая красота а это что у нас здесь справа а там бизнес-цена а наверняка театр какой-то ох вот она вот москва и нормально так вон дома да прямо на набережной вот слева еще одна высота вот вот уже люди да живут вот как-то точно во дворах наверное все везде перекрыто и в один двор просто так не заедешь кошмар а здесь наверное какая-то операция нюх-нюх нюх-нюх а еще девчонка да 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 ну кстати с корпоративщика ездите точно точно перед восьмом марта после корпоративная проверка целом уже сюда на москва реку это вот она да реалуза ну она тут я так понимаю что она уже загнана в эти в огороженные такие берега у нее да то есть ее огородили тут все так да что я все закрываю тебе зеркало да мы уже приехали а мы уже приехали? ну что по времени у нас 1105 1105 по-моему в час 30 паровоз так сейчас вот я не знаю чего не знаю батенька того не знаю я тут уже не ездил еще лет вот он а тут у меня высадит еще надо найти где вход да дальше кирпич туда трамвая уже есть да вот наверно вход наверно вот налево вадим сейчас вот здесь они нет туда как бы кирпич дальше туда за их не знаю а по кирпич можно да я думаю да ну машин не такого что кирпич да в принципе наверное и отсюда и отсюда можно я пешучка как-то и пройду сейчас вот это электрички пригородные ну и все и тут тут же я ее вокзал попаду они тут реставрируют ну и так что здесь вот развернешься попробуй да вот поймем сейчас там припарку там наверно место как раз место вот место место тут и платить не на ужас какой ну да он уже бежит к тебе наверное нет да и не нет не к тебе ладно вот мы и во владземере правда немножко все пошло не так по плану как мы хотели хотели уехать ночью а ночью не получилось там были билеты когда ехали еще на сайте смотрели когда приехали там уже билетов не оказалось можно было ранним утром там часов пять уезжать ну там такой цен это конский ценник что как цена билета на самолет с минска до москвы поэтому вот дождались купили вот на такой экспресс два с половиной часа четко во владимир прилетели какая симпатичная собачка все все сейчас пойдем народ немножко он рассосался пойдем на такси и поедем владимир еще загрузился уже стоит загруженный ждет так что приедем загрузимся мы и вперед 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 так что